beyond.lt, hf5 с рейтами x3 на pts сборке, огромнейший онлайн, множество игроков из еврокомьюнити, сервер который наделал очень-очень много шума своим открытием. Если вы любитель hf хроник, то вы не должны пропускать этот проект, ссылочка в описании. Салют. Сегодня вы узнаете пятерку бесполезнейших классов в классической версии л2 в текущем обновлении. Это обновление антарас. Одной из приятных черт лайнэйдж 2 классик является разнообразие играбельных классов и вообще архетипов. Это танки, милики, самонеры, но увы не обошлось и без невостребованных классов. Топ 5 невостребованных классов в классик. Пятое место. Это несомненно гладиатор. Какие бы плюшки не дали гладиатору, это и встроенный хекс, это и уе, и стан на бластере и чего только у него нету. И в целом-то глад неплох, но, но он очень, очень сильно меркнет на фоне других миликов, на фоне дистра и его возможностей, ну или даже дера. Они более эффективны в бою, в пве, на олимпиаде. Тот же вл имеет куда более широкий спектр применений. Гладом играть можно, но это персонаж исключительно для фанатов класса. Пати на кач найти сложно, кп найти сложно, в общем нелегко живется гладу в наше время. В других версиях игры это был персонаж для богатых. Имея достаточно средств и вливания в игру, из него можно было сделать неплохую такую машину смерти и рассекать всех налево и направо. А в классик что-то гладу не бери, сколько в него не вкладывай, все равно серьезную угрозу предоставлять не будешь. 4 место. Хавк. Хавк это лучник человеческой расы, является не очень востребованным классом, очень сильно меркнет на фоне фэйра. Фэйр это темный лучник, который обладает ненормальным и нелогичным уроном от кдл, который еще и не сильно зависит от виз атаки. Даже с нехваткой бафа и буста фэйр остается весьма опасным персонажем, а вот хавк такой механикой не владеет. И чтобы хоть как-то сравняться с уроном фэйра требуется высокий левел, максимально возможный баф и максимально проточенный эквип. В общем серьезный буст, различные талики, эпики, да и то фэйр все еще будет более желанным персонажем в кп, в пати и тд. В основном за хавка играют для получения эстетического удовольствия. Многие котируют как лучника только человеческую расу. К счастью, такая ситуация с лучниками будет не всегда, ведь через обновление в игру будут добавлены кошки на крит урон, значительно будет усилено умение снайпа у хавка, что сильно бустит физатаку, дальность выстрелов, шанс крита, да и почти не будет резать скорость бега с раскачкой это умение. Плюс, когда-нибудь добавят новые грейды экипировки, то есть эшмот, будет более доступен агрейд, он будет более проточенный, какая-нибудь коряга плюс 12 будет вполне обычным оружием для лучника. Все это очень сильно скажется на фэйрах, так как прирост урона на умение кдл, которое является весьма нелогичным и сломанным у фэйра, что дает ему бешеный урон, не сильно оно зависит от физатаки. Чем больше будет базовое значение у других лучников, а просто так випа и так далее от буста, тем менее весомым будет урон этого кдл. Да и плюс там приедет эта кошка на крит и так далее и так далее и так далее, бустит это все игру в автоатаку. Когда-нибудь все изменится, но будет это очень и очень не скоро, это точно. Третье место. Паладин. Танки в классик являются очень и очень востребованным классом. Наравне с фэйрами, светлыми саммонерами, дистрами и другими. Но только не паладин. Самыми популярными среди танков являются ДА и ШК. ШК занимал отстающую от ДА позицию, но в связи с открытием имбовости его массовой молнии на 80 уровне, делит первенство с ДА, у которого кстати не менее мощные умения на 80 уровне. Отличительная их возможность это контроль с дальней дистанции. У Дашника есть сфир, то есть это страх, у ШК есть паралич, а у паладина есть икона, а еще вот хп регина хороший. Единственный его плюс это баф на 80 уровне, неплохо увеличивающий физ защиту и маг защиту для всей группы, для всей пати. В остальном паладин это просто жирная банка, но зато хотя бы более-менее интересен на олимпиаде. Во всяком случае хоть какой-то прок. Второе место Сырок. У Сырка те же самые проблемы что и у Хавка относительно господства фэйра, но сам Сырок в сравнении с тем же Хавком сильно отстает. У Сырка меньше хп, меньше физ атаки. Из особенностей хилка и снимание яда с крылотечением весьма сомнительные плюсы. Так же как и Хавк получит весьма серьезный баф, сильно изменится умение беглый огонь, которое снижает дальность выстрелов на половину, то есть 50 процентов, но зато оно сильно увеличивает скорость атаки аж на 20 процентов. Штраф дальности действует только на автоатаку, а не на скиллы и режет именно базовую дальность самого лука, без учета пассивного умения лучников на эту самую дальность атак. Изменения. С раскачкой штраф дальности бою снижаться с 50 до 10 процентов, и плюс тут факт, что это режется не весь рейндж, а именно базовая дальность лука. То есть сам по себе от всей дальности штраф будет 5-6 процентов, а может его и вообще уберут в будущих обновлениях. В итоге мы получим лучника со встроенными пассивными стероидами, то есть баф будет вешаться по откату, на 20 процентов скорости атаки просто из ничего. Плюс мы получим в будущем кошку на крит, все эти вот вещи, плюс все вышеописанное про фейеров, также все когда-нибудь изменится, но будет это крайне крайне не скоро, вот прям совсем не скоро. Экстра место. СС-сорг-пмм, то есть элементальные маги, слабо востребованные персонажи. Во-первых, ужасные условия для магов на прокачку для прокачки в локациях хайлевл уровня. Во-вторых, маги слишком хилые персонажи, шатаются всеми подряд. В-третьих, сильно уязвимы к контролю, они его толком не имеют. Фиры, то есть умения страха, эти классы в этих версиях игры не имеют, но зато быстро качаются. В-четвертых, рефлект в классик отражает все виды урона и магкасты тоже. И порой в масс-пвп маг убивает сам себя, прожав одно массовое умение, то есть одну массу хукликнув, просто минус лицо. Если вдруг кому-то нужен маг урон, предпочтительнее взять пати светлых саммонеров. Но если есть возможность и серьезный эквип, то элементальные маги представляют серьезную конкуренцию. Классы в принципе более-менее возможно играбельны, но вполне могли оказаться в этом топе на других позициях. Первое место. ТК. Это светлый танк. Этого персонажа можно описать одной фразой. ТК не живет, ТК медленно умирает. Самый невостребованный персонаж в классике. Сильно, очень сильно меркнет на фоне ШК и ДА. Пати на кач найти невозможно, КП найти невозможно. Олимп плюс-минус паладин, но хуже. Аналогичное умение, доступное на 80 уровне, как у паладина, но с разными значениями. Даже фанатам класса не советую этой версии игры играть на данном персонажа. Но, в целом, в не очень близких обновлениях, которые еще только недавно появились на Корее, паладин и ТК получили дальний стан. То есть стан дальнего действия. Пока непонятно, как он будет работать и правда ли это все. Плюс, ТК добавили еще миличный стан. Поможет ли это этим классам? Популяризирует ли их как-то больше? Сказать сейчас очень-очень сложно. Так как все вот эти вот станы, они не отменяют мощность, ту силу, то влияние 80 умений ДАшника и ШК, которые значительно сильнее. Ну вот как-то так. Надеюсь вам понравился ролик, пишите кого убрать, кого добавить в топ, с чем вы не согласны. Подписывайтесь на канал Вайда, также можете подписываться и на мой канал. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо за просмотр и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok